крупный план здравствуйте у микрофона владимир сметанин мои собеседницы мастера педикюра злобина nail studio екатерина суслова екатерина добрый день добрый день и ваша коллега валерия бакмед валерия здравствуйте добрый день будем говорить непосредственно о вашей работе насколько помню педикюр буквально переводится как уход за ногами да давайте с этого простого вопроса и начнем напомним в чем суть процедуры то заключается екатерина педикюр это уходовая гигиеническая процедура которая направлена на поддержание здоровья стоп и решение проблем со стоп надо подчеркнуть да это не только ногти то есть я делаю вывод сразу же что это не только красивая картинка вернее не столько красивая картинка сколько забота о здоровье так ведь все верно изначально идет забота о здоровье а потом уже только красивая картинка красивая картинка не может быть не на здоровых стопах с какими ситуациями вам вообще приходится сталкиваться какие факторы приводят к тому что появляются такие серьезные проблемы которые приходится решать именно вам мне кажется самая главная проблема это неправильно подобранная обувь и нет должностной домашний уход то есть обувь неправильная может сдавить ногти это вросшие ногти онихолизис и эта проблема решается очень долго также домашний уход 20-30 процентов это наша работа в студии остальные остальное процент это работа гостя дома неожиданно все-таки в первую очередь нужно заботиться самостоятельно здоровье своих нужно поддерживать здоровье потому что педикюр проходит раз в четыре пять недель и если клиент не будет дома ухаживать за стопами проблема просто будет стоять на месте в чем заключается домашний уход как нужно поступать чтобы не доводить до до серьезных проблем перечислите пожалуйста какие то вот основные моменты это увлажнять стопы мы рекомендуем крема хорошие крема это обязательно подпиливание длины потому что длина наносит очень большой ущерб ногтям и подпиливание и сроки его проведения это все индивидуально или есть какие-то средние рекомендации раз в сколько 10-12 дней и это правильно подобранная обувь то есть мы на процедуре осматриваем стопу и осматриваем обувь если обувь не подходит мы даем рекомендации как правильно выбрать обувь и как правильно ее носить то есть когда клиент приходит вы в первую очередь начинаете с осмотра из рекомендаций да под каждого конкретного человека потому что у всех проблемы разные и с обувью каждый клиент говорит что не обувь комфортно мне кажется ни разу за практику клиент не сказал что мне обувь ему мало не признаются но на самом деле между удобными и красивыми туфлями девушка купит красивые туфли и очень часто многие покупают на размер поменьше там на пол размера меньше и обувь сдавливает ногу и нога привыкает к такому положению и клиенту кажется что обувь него удобно но это неестественно и эту неестественность вы у себя на процедурах видите да да и показываем клиенту то есть где проблема в чем проблема заключается что нужно поменять ну а затем видишь затем видимо наблюдаете как ситуация улучшается да и показывает это клиенту вот смотрите мы с вами решаем это конечно то есть если проблема возникает она возникает не за один день и за одну процедуру педикюра мы не можем решить там все проблемы клиента на это нужно время и конечно мы ведем и фотоотчет чтобы показывать клиентам потому что когда решаем проблему а то могут какие-то маленькие шишки быть и когда мы смотрим фотографию до и фотографию после на самом деле там разница колоссальны даже месяц дает большую разницу же в течение месяца можно при должном и должностной уход то разница прям колоссальная по динамике намного лучше в летнее время педикюра в зимние вот сейчас как раз холодное время года наступает в чем отличие тут заключаются зимой более тщательно нужно следить тщательно нужно и зимой и летом индивидуально разные проблемы то есть летом у нас ножки открытые это места сухости разные очень много мозолей появляется летом да потому что открыта обувь она не хорошо фиксирует стопу зимой это обувь она же намного плотнее наоборот сдавлен если она постоит целое лето три-четыре месяца она все равно немножко подсузится уменьшится и опять сентябрь октябрь надевают эту обувь пальчики все сдавливаются ногти все подскручиваются ломаются и вот если не будет уже снова ухода то только за один сентябрь можно усугубить ситуацию какие аппараты какие материалы вы применяете в своей работе насколько это важно если есть проблема конечно мы рекомендуем делать препарат медикюр так как суть препаратный напитывает кожу изнутри то есть мы комплексно решаем проблему но очень важно понять что проблема если есть она может быть не только снаружи но внутри тут нужно взаимодействовать с клиентом то есть клиент решает дело домашний уход решает внутреннюю куда проблема если она есть мы помогаем решением проблем именно с препаратами снаружи. Ну, принято считать, что педикюр, в общем-то, как и маникюр, это такая тема, в первую очередь, для девушек, для женщин, но ведь это не так. И мужчины, те же самые, да, те же самые люди, которые ходят на ногах и тоже зачастую и не по размеру себе обувь подбирают, и тоже проблемы эти могут возникнуть. Клиентов мужчин у вас много? Ну, мне кажется, что появляются с каждым разом все больше приходят, да, потому что мужчины, они больше молчат. Когда у них что-то болит, они, мне кажется, умалкивают об этом. Держат в себе. Да, и когда к нам приходят на процедуру, конечно, первый раз стеснение, но мы открыто, мы всегда расспрашиваем, и уже второй, третий раз приходят счастливые, довольные, у них проходит какой-то дискомфорт, и не очень рады, и возвращаются снова. Мужчины в основном молодые или разных возрастов? Разных возрастов. Есть. Наверное, доходит до ситуации, когда там вторая половина, супруга или девушка, да, приводит? Чаще всего изначально записывают жены мужей. И вот им некомфортно, то есть такой, подталкивают жены именно, чтобы мужчины шли на педикюр. В дальнейшем это все более свободно, и мужчины могут записываться сами. Как часто вообще нужно прибегать к этим процедурам, как часто нужно приходить к вам, как к мастерам? Раз в месяц. Раз в месяц. Да. Если не получается, если пропустил, есть какая-то замещающая, не знаю. Конечно, опять же, замещающий уход. Домашний уход это элементарно подпиливание длины и увлажнение стоп. Ну, а там критический какой-то период, когда вот уже можно запустить, он существует, не существует? Ну, мы все равно рекомендуем раз в месяц и уже по состоянию. То есть, если прям какая-то проблема возникла здесь и сейчас, конечно, нам пишут, администраторы уже сориентируют по времени, либо мы можем принять этого человека. Если прям проблема серьезная, то найдем время. Ну, и мы уже, да, подходим к тому моменту, что записаться можно заранее, да, в злобинное наилс-студио. Где вы находитесь, еще раз напомним, и как действительно попасть? Мы находимся по адресу Орловская, 20-Б. Запись у нас ведется заранее. Можно записаться через группу ВКонтакте либо через номер телефона, через администратор. Ну, найти его можно непосредственно в группе ВКонтакте. Благодарю за эту беседу Екатерина Суслова и Валерия Багмец, мастера педикюра Злобина Нейлс-студио. Удачи вам. До свидания. Спасибо. Крупный план.